Существует большая вероятность того, что власти Китая целенаправленно убивают заключённых узников совести ради получения их органов для дальнейшей пересадки. Это обсудила коллегия экспертов и свидетелей на слушаниях в Конгрессе США. «Если это правда, то даже юридический термин «преступление против человечности» кажется недостаточным». Отрасль пересадки органов в Китае бурно развивалась с начале 2000-х годов. Ежегодно в этой стране производится около 10 тысяч операций по трансплантации. Как заявило Китайское министерство здравоохранения, донорами 90% органов являются приговорённые к смертной казни заключённые. Однако многие уверены, что это не соответствует действительности. Врач Дэймон Нота говорит, что в Китае не выносят такое огромное число смертных приговоров, особенно если учесть тот факт, что для пересадки должны подходить ткани, группа крови и другие факторы. По этим причинам и на основе исследований доктор Нота уверен, что китайская система трансплантаций имеет доступ к банку живых органов, которые существуют вне закона. «На основании многочисленных независимых расследований мы считаем, что этим банком являются узники совести, среди которых приверженцы фалуньгун, тибетцы, уйгуры, прихожане домашних христианских церквей. Их убивают ради органов. И многие из нас считают, что наибольшее число жертв среди практикующих фалуньгун, поскольку они, по всей видимости, являются самой многочисленной группой узников совести в китайских тюрьмах». Исследователь Этан Гудман провёл своё собственное расследование в этой области. Он брал интервью у практикующих фалуньгун, которым удалось вырваться из китайских тюрем и выехать за границу. Многие запрошенных сказали, что в тюрьме подвергались тщательному медосмотру, который производился не по причине заботы об их здоровье, а для оценки пригодности их органов, включая роговые оболочки глаз и почки. «Не могу ничего сказать о количестве жертв в других группах, но что касается практикующих фалуньгун, по моим предположениям, в период с 2000 по 2008 годы ради органов около 65 тысяч из них было убито». Профессор медицинских наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе доктор Габриэль Данович рекомендовал правительству США принять меры, чтобы ограничить трансплантационный туризм в Китай, а также призывать врачей не сотрудничать с китайскими трансплантологами до тех пор, пока КНР чётко не объяснит, откуда берутся органы для пересадки.